Мукачевский инцидент завершаем в обсуждении этой темы и коротко о последствиях. Какие могут быть последствия? Вот я еще раз говорю, зафиксировали вот эту неделю на том, что путаница колоссальная, миф за мифом рушится, идеальность и достижений Майдана тоже под вопросом, и легитимности правосектора, я коллективный образ радикалов. Какие последствия этого могут быть уже в ближайшее время? Последствия уже есть, позиция президента становится более жесткой, она ему на руку. Вот есть Мукачевский инцидент, если ранее он сказал, что все, кто ходят в масках, запретить ношение в масках, то есть вы будете выходить с инициативой, то после Мукачевского инцидента он заявил, что обратиться к Верховной Раде с тем, чтобы фактически люди, которые с оружием в руках, вне зоны АТО, в камуфляже, не в камуфляже, правоохранители или нет, то есть если они исполняют служебные обязанности по этому месту, и не предписано им ношение оружия, то этих людей приравнивать к террористам. Оп, ничего ж себе, террористам, получается террористы воюют на Востоке с террористами? Получается террористы привели Порошенко к власти? Получается нужно вводить АТО в Закарпатье? В тот же день, когда случился Мукачевский инцидент, прокуратура возбудила два уголовного дела по двум статьям. Первый – это терроризм, и второй – это организация вооруженных групп преступных. Вот коллеги, мы две недели назад об этом говорили, да? Это нужен был год и человеческие жизни, и смерти для того, чтобы это наконец осознать и признать, но опять-таки тогда выбивается фундаментальный камень Майдана. Все, то есть вся власть делается нелегитимно. Плюс очень недавно были события, очень трудно врать на этом фоне, все все помнят. Какой-то тупик, правда, нет? Смысловой тупик. Ментальный тупик. Тупик патриотический. В смысловых последствиях Луценко, Юрий Луценко, леди парламентской фракции и так далее, судили, сказали, что это бандитизм. Президент уже сказал, что никому не позволено прикрываться шевронами. Президент прямо сравнил то, что произошло у Мукачева с ЛНР, ДНР, когда люди с оружием всегда оказываются правее вершинства в суде. Плюс Гройсман, открывая работу парламента на этой неделе, сказал, что лукачевские события – это вызов государству и государственности. Не знаю, эпитеты подбирать. И кадровые изменения довольно жесткие. Все меняется. А теперь берем ваш текст, Владимир, и зачитываем его во время, например, Майдана. Это же двойные стандарты. Ну, я защитник Рыжима Дуковича. Кто там еще был? Да, если бы вы читали во время Майдана. Масканский запроданный. Антинародный какой-то элемент. Рыг, да? Есть только дьемник олигантов. Да, да, да. Кремлевский бот. Но есть только одна... И лично Дурков замаскировали. Есть одна только очень ломающая вот эту картинку вещь. Это то, что Гройсман, Порошенко и Луценко говорили о тех людях, которые называют себя, и их называла эта власть, патриотами, которые защищают Родину. И патриотами, которые сделали Майдан. Они их награждали. Революция пожирает своих детей. Видимо, это снова на практике. Знаковое событие, поскольку с самого начала правый сектор организовал пикетирование администрации президента, и было требование отставки, и они рассчитывали, наверное, на то, что многие батальоны поддержат их. Но сколько я знаю, кроме возле администрации президента во время пикета... Кстати, 19-го числа, в воскресенье, собирают вещи. Так вот, кроме правого сектора ДУК, там непонятно, снимали, не снимали батальоны из зоны АТО. ОУН-батальон, представители еще несколько были. Но 35 батальонов подчинения МВД, находятся добровольческих, они подписали, по крайней мере, их руководители, заявлением в поддержку Авакова. То есть, это вот да, вот было в понедельник или во вторник. То есть, когда требование отставки Авакова, и тут вдруг 35 батальонов, входящих в структуру МВД Нацгвардии, подписывают руководители их, по крайней мере, заявлением в поддержку Арсена Авакова и так далее. Но, зато Луценко, Юрий Луценко воспользовался ситуацией, чтобы сказать, что Аваков никаких реформ не собирался делать и вообще и так далее. Сейчас, не уводите, вот трудно очень, сейчас, простите, я запутался. То есть, между батальонами сейчас пролегла... Между батальонами, конечно, потому что ДУК единственный, который не вошел в официальные структуры, сказал, мы ни при каких обстоятельствах. Еще последствия. Я вижу здесь, вот как я говорил, какой-то тупик абсолютный такой. Тут уже только сила. Сила, которая победит. Третья причина. Оружие, которое более метко стреляет. Мне кажется, что это только начало. Или просто достаточно будет одной беседы с кем-то из правого сектора, а если их куратор и, как мы уже косвенно доказали, Наливайченко, Наливайченко фактически в конфликте с Порошенко, он не будет с ними разговаривать, просить, упрашивать, давайте-ка ты все, все, пожалуйста, сходи с исторической сцены, теперь надо мирная жизнь. Как разрешится этот конфликт? В революции побеждает тот, кто прекращает революцию. В гражданской войне побеждает тот, кто прекращает гражданскую войну. Победитель. Дело в том, что не побеждает, а именно прекращает. Это очень важно. Разные способы есть прекращения. Дело в том, что, как сказано уже, правый сектор не является единой организацией. Поэтому нельзя сказать, прекращайте и все. Это франшиза, это распространенный миф такой. Поэтому уже это социальное движение. Это первое. Второе. Они имеют социальную поддержку, потому что Порошенко действительно не сделал ничего из того, что он обещал. Поэтому у достаточно больших слоев населения есть основания и претензии, которые могут быть выложены и озвучены правым сектором. Это первое. Это второе. Третье. У них есть политическое крыло. И есть народные депутаты, которые это защищают. Это третье. То есть поэтому остановить это движение просто так будет невозможно. Вот о Мукачевском инциденте. Он на самом деле вызревал и не столько связан с правым сектором. Если более глубоко, проблема контрабанды на Закарпатье, это притча во языках уже многие-многие-многие годы. Давайте подведем черту. И на самом деле у правого сектора есть соответствующие. Владимир, остановитесь. Подведем черту по Мукачевскому инциденту. Мы можем как-то резюмировать тему и двигаться дальше. Можем, если вы мне дадите слово. Пожалуйста. Я резюмирую. Есть такой Саша Гонта. Я нашел информацию из первоисточника. Он пытался объяснить, что произошло. Я прошу на экран его информацию. Коротко по Мукачеву. Он поддерживает ПС Закарпатья. Эмли Ланьё в середине 90-х крышевал В. Балогу до прихода последнего в политику. Правый сектор приезжает с претензиями по теме контрабанды. КМ Ланьё. В. Балога выступает переговорщиком с правым сектором. А средства массовой информации, которые принадлежат Балогам, Кум Балоги, редактор Закарпатья онлайн, передает информацию о том, что правый сектор ни в чем не виноват. И какой из этого следует вывод? Разборка под крышей, разборка под флагами патриотов. Просто прикрывшись флагами патриотов. С помощью инструментария под названием, да. А поскольку люди во многом где-то может быть травмированные, если они приехали действительно из зоны, то с оружием на руках и случается эксцесс исполнителя, наверное. Просто эксцесс исполнителя. Люди, накрученные с оружием в руках, убивают этого охранника, видят, что все, приехали, слушаем весла, и уже назад деваться некуда. То есть получается обычный такой себе эпизод, ну почти обычный, из криминального боючка. Спусковой крючок, который запустил такие процессы, о которых они даже все не представляли. А спусковой крючок, крючок это было именно разрушение регулятора закона. Все, теперь все, что я хочу, то и творю. И никто мне не может указать, так сказать, свой закон в одну шухлядку.